Дело в том, что в земельное законодательство в 2020 году внесены правки. Подробнее об этом поговорим с нашими коллегами на связи со студией Дарья Зимина. Доброе утро. На какие изменения нужно обратить внимание в первую очередь? Доброе утро, коллеги. Да, вы правы. В законодательстве появились новые поправки, касающиеся регистрации объектов недвижимого имущества и о которых необходимо знать крымчанам. Сегодня об этих изменениях, а также об итогах работы в этом направлении за 2019 год мы поговорим с Татьяной Романовой, заведующей Керченским городским управлением Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Татьяна Ивановна, доброе утро. Доброе утро, доброе утро, крымчане. Для начала предлагаю поговорить все-таки о результатах деятельности Керченского управления Госкомрегистра за прошлый год. Я знаю, что по всему Крыму специалисты обработали более 300 тысяч обращений, заявлений от граждан и организаций по кадастровому учету капитальных строений и земельных участков. Я так понимаю, что вот эта услуга остается самой популярной по Крыму. А вот что у нас в Керче? Да, безусловно, это самая популярная услуга для крымчан. Я бы хотела отметить о том, что продлена такая услуга, как самая востребованная услуга для Керчен, это как дачная амнистия. Она продлена до марта 2021 года. Я хотела бы напомнить, что для получения данной услуги заявителю необходимо иметь право на земельный участок, декларацию, заполненную на объект капитального строительства и технический план, подготовленный кадастровым инженером. Это те объекты, которые построены на земельных участках с целевым назначением индивидуальное жилищное строительство и садовые дома. Еще раз хочу напомнить о том, что это самая востребованная услуга в части для жителей Керчи и Ленинского района. Поэтому мы продолжаем принимать заявления и оказывать данную услугу. Хорошо, а все-таки по результатам работы вашего управления, как прошел 2019 год для вас? По результатам работы нашего управления, я бы хотела бы отметить те задачи, которые были поставлены нашему управлению в муниципальном образовании в городе Керчь. Это регистрация земельных участков для социально значимых объектов нашего города. Это регистрация на жилые помещения, необходимые для детей-сирот, на жилые помещения, необходимые для депортированных граждан. Ну и безусловно, та большая работа, которая была проделана большой дружной командой Госкомрегистра, в части регистрации объектов, необходимых для обслуживания железнодорожного моста. Напомню о том, что в этом году мы поставили на кадастровый учет свою часть ветки железнодорожного моста. По поводу планов на 2020 год, какие сейчас стоят перед вами задачи? Безусловно, мы продолжаем работать над улучшением качества работы в направлении обслуживания населения города. И делаем все необходимое для развития нашего города. Это и постановка земельных участков на кадастровый учет для социально значимых объектов. Такие объекты, как, например, земельные участки для многодетных семей в поселке Джинкой. Мы продолжаем постановку и регистрацию за уже гражданами, которые получили постановление о передаче бесплатно в собственность данных земельных участков. Эта работа ведется постоянно. Я думаю, что к концу года все, что необходимо, население получит данную услугу. Хорошо. Татьяна Ивановна, помимо дачной амнистии, какие еще новшества необходимо знать керчанам? Ну, в принципе, все то же самое, что и было на протяжении 5 лет. Мы продолжаем перерегистрировать ранее возникшие права, продолжаем работать над регистрацией тех же земельных участков, квартир, домовладений. Поэтому все то же самое, что и остается, что и было. Где можно узнать информацию, ведете ли вы какой-либо прием граждан? Как консультируете людей обычно? Консультируем заявителей мы каждый день. Если удобно заявителю, то во вторник с 9 до 12 в 119 кабинете по адресу Свердлова, 6. Прием меня как руководителя я осуществляю в каждую среду с 2 до 4. По четвергам консультируют регистраторы. Но я хотела бы напомнить, что ни один керчанин, ни один житель нашего города, который придет и в неприемное время, не останется без своей консультации. Замечательно. Спасибо вам большое, Татьяна Ивановна, за то, что вы пришли сегодня к нам в гости. Мы очень рады видеть вас в студии. Спасибо еще раз за полезную и нужную информацию для керчан и для крымчан. Я напоминаю, что у нас в студии была Татьяна Романова, заведующая Керченским городским управлением Государственного комитета по государственной регистрации кадастро Республики Крым. Коллеги, на этом у меня все. Я передаю вам слово. Спасибо большое. Мы напоминаем, что на связи был город-герой Керчь и корреспондент Дарья Зимина с полезной информацией для всех крымчан.